Много лет я больна этим произведением, не потому что это Паула Коэлья, хотя я его очень уважаю, особенно ранние его произведения. Но это его произведение мне поразило именно удивительным, неожиданным разворотом жизненной позиции, что ли. Там удивительно раскрыта тема человека в социуме. Кто ты, откуда, зачем, почему. И вообще на что ты имеешь право, на что ты не имеешь права. И что такое вообще белая ворона. И должны ли мы походить друг на друга. Паула Коэлья, если вынуть эту одну сюжетную линию, он нам говорит о том, что мы все зависимы. Мы все должны любить друг друга. Очень простые вещи. Очень простые. Настолько в неожиданно простом ключе, что я восхитилась тогда ею. Много лет назад я решила, что так или иначе когда-нибудь я ее поставлю. И так случилось, что еще работая в ТЮЗе, мы связались с Паула Коэльей. Я говорю, да пожалуйста, доставьте. Да, так вот случилось. В силу разных объективных, субъективных причин это отложилось на несколько лет. И мой жизненный опыт мне очень помог в том, что, наверное, тогда было не время, несколько лет назад. Наверное, сейчас время я тоже, как у Паула Коэлья там написано в этом произведении, я прошла свой путь ошибок, страданий и каких-то выводов, чтобы говорить о тех или иных вещах. Сейчас этот материал, мне кажется, очень актуален. Конечно, не без сложности в плане творчества, в плане труда, в плане выискивания внутренних моментов. Сложная тема – это вопрос жизни и смерти. Ведь Вероника делает вызов и кому? Самому Богу. Она говорит, вот сейчас мы и посмотрим, есть ли Бог. Для меня очень важна была именно эта духовная тематика, морально-нравственная, духовная составляющая вообще этой темы, этого творчества. Без драмы здесь невозможно, потому что она все-таки пытается покончить с собой. И достаточно долгое время она находится в убеждении, что она должна это доделать. Она постепенно открывает в себе множество других Вероник, как она сама сказала, которых она начинает любить. И она получается очень светлой. Я не скажу, что радостной и веселой, но она светлой и души, жизнеутверждающей. Музыка в спектакле, в театре имеет одно из важнейших мест. И в этом спектакле музыка находилась. Вот есть бывает находят, а есть находятся. Борис Гребенщиков дал разрешение на использование его музыки в спектакле, нескольких его произведений. С интересом отнесся к этой идее. Вообще, может быть, кто-то скажет, что и музыка не такая уж особенная, и Гребенщиков не такой уж особенный, и актеры не такие уж особенные. Наверное, и декорации костюм не такие уж особенные. Очень много души там вложено. Очень много философских мыслей, смыслов, чаяний, символов вложено. Это мы нарочито пошли путем чистого, непостановочного театра. Хотя, естественно, есть декорации, есть перестановки. Обычный театр, но мы не делаем на этом акцент. Это достаточно сюрреалистическое действие, но очень понятное. На первое место выдвинуто душевные переживания, психология, философия и какой-то духовный смысл. Вам обязательно нужно сходить, даже если вы читали замечательный роман Паула Куэлья, потому что энергетика, которая в любом случае идет со сцены театра, она поможет каждому еще раз заглянуть в себя и ответить на многие вопросы. И еще раз прикоснуться к свету, который есть в каждой человеческой душе, даже если мы иногда думаем о себе плохо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!